Здравствуйте, дорогие наши друзья и те, кто впервые зашел на наш канал. Вы на канале анекдоты от А до Я. Подписывайтесь, вам все равно, а нам приятно. Мы начинаем. Ночь. Муж и женой полягали в постель. И вдруг Циля говорит, Фима, что такое? Фима, ну что кот-то корот? Ой, Цилечка, он спрашивает, какого хрена? Да. Не поняла? В смысле, какого хрена? Ну, в принципе. О, Галка, привет, как дела? Ну, что тебе сказать. Я как только вышла из тюрьмы, сразу забеременела и скоро выхожу замуж. Что, серьезно? Да хрен его знает, но соседи говорят, что да. Женщина гуляла по зоопарку, рассматривала разных животных и вдруг открывается клетка. С этой клетки вырывается крокодил и бежит к этой женщине. Она не понимает, куда ей бежать, туда некуда. Она замерла на месте и думает, ну все. А крокодил подбежал ближе, посмотрел на нее и подумал, не такой я уж, наверное, и голодный. Затем еще немножко подумал, решил, не такой я уж и крокодил. Коллега, мне кажется, что эта криволинейная поверхность в своем пределе стремится к плоскости. Да, вы правы, коллега. Сисек практически нет. Два друга встречаются, один другому говорит. Изя, вот сегодня такая ситуация, такая ситуация страшная. Вот скажите мне, если не дай бог, конечно, до вас в дом ворвутся воры и будут искать деньги, что вы будете делать? Хе, не делайте мне смешно, что я буду делать. Искать вместе с ними. Представляете, жена меня оставила с дочкой. Так она за один час только трижды села мне на лицо, стукнула меня по голове бутылочкой, и я у нее выменял свой мобильный телефон на ключики от машины. И этой женщине всего один год. Это, наверное, у них в крови. Целечка, боже мой, какой у вас сын, какой он замечательный мальчик, воспитанный, красивый, интеллигентный. Как вам удалось воспитать такого сына? Ой, я вас умоляю, с помощью лжи, шантажа и угроз. Жена мужу говорит, Йося, разожги во мне костер любви. Ну, Йося, ну, Йося, ну не отворачивайся, Йося. Ну, хотя бы спичкой почиркай. Ну, давай, потрогай грудь. А? Видишь, как сосочки затвердели? Это от холода. Петрович, ну не положено тебе две фуфайки, не положено. Я вам так скажу. Мужик, который не любит борщ и голубцы, практически для женщин неприступен. Выдаю рецепт. Берете итальянский спагетти, заливаете украинским борщом и получается узбекское блюдо с еврейским именем Лагоман. Коля, вот скажи, вот если бы тебе предложили Машу один раз трахнуть или Петю два раза, что бы ты выбрал? Не, ну, Маша, конечно, Маша. Но два раза это все-таки два раза. Сема. Сема, что там упало на кухне? Ой, Фрида, мне открылось озарение. Я увидел будущее. И? Как? И что там в будущем? Мы покупаем с тобой новую сахарницу. Девушка, а хотите я разбужу у вас женское начало? Слышь, ты сначала свой будильник предъяви. Лето вспоминается. Это как-то экс-биционист попал на нудистский пляж. И все. Потерял смысл жизни. Девушка пришла к гадалке и говорит, вы знаете, у меня такая проблема. Дима, у меня есть два парня. Блондин Игорь и брюнет Дима. Вот вы можете погадать, кому из них повезет? Гадалка раскинула карты, посмотрела внимательно на девушку и говорит, повезет Игорю. Женится на вас Дима. Опять Киев, подол, житний рынок. Женщина ходит по рынку, подходит к одной из продавщиц, которая продает окорочка. И говорит, взвести мне, пожалуйста, килограммчик окорочков. Так кладет на весы два окорочка. Говорит, вот, пожалуйста. Женщина возмущается и говорит, прошу прощения, что один окорочок весит полкилограмма? Продавщица на нее смотрит и говорит, а вы что, жадная? Значит, Сергей, вы собираетесь поступать в нашу музыкальную школу? Ну да. А у вас хоть слух есть? Тю, ну мы же общаемся как-то. Фима постоянно пристает к Сарочке. И вот она не выдерживает и говорит, Фима, ну сколько раз вам говорить? Вы не в моем вкусе. Говорит, Сарочка, боже мой. Ну вы же меня даже не пробовали. Галка, что ты такая грустная? Ай, о жизни думаю. Ну и... А что и? Ты понимаешь, что лучшие вещи в этой жизни делают нас либо жирными, либо пьяными, либо беременными. Вот как жить-то, а? Муж и жена долго ругаются. И вдруг она останавливает супруга и говорит, Яша, я тебя предупреждаю. Лучше со мной не спорь. Не делай меня вдовой. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. У нас, конечно, еще масса анекдотов, но если вы хотите их услышать, нужно обязательно подписаться и нажать на колокольчик. Тогда мы увидимся с вами снова. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok